Тема книги открытым оком 3 том вопрос 1134 тема богослужения многие сектанты говорят почему и на каком основании православные причащаются тела и крови христовых вместе они так как учил господь неужели господь не знал будущего зачем же было менять такое ясное постановление христа отвечает игнатий тихон чулаткин своих проповедях еще иван златоуз говорит о том что в четвертом веке христиане причащались так как заповедовал спаситель тело христово они брали прямо в руки некоторые правда ввиду особого благоговения приходили с золотыми сосудами под причастие но златоуз это осуждает говоря что рука человеческая драгоценнее и важнее золото но далее говорят они люди что волхвующие стали применять на своих шабашек приносимой из церкви тела спасителя и чтобы не было кражи учечки святыни якобы имени зла именно златоуст и вел это новшество причащать мирян и простолюдинов с ложечки из чаши где вместе смешаны тело и кровь христа виде вина и хлеба сами же священнослужители в алтаре по-прежнему причащаются раздельно не смешанном виде у католиков пошли еще дальше полностью лишили народ крови христовой а стали давать обладки смоченные в вине когда арестовали святую евдокию то у нее выпало на землю причастие которую ввиду опасного времени христиане носили с собой придавая ему чрезвычайно важные значения о каком христос не говорил ни слова так это намертво и вошло в практику церкви главное это успеть причаститься вызвать батюшку надо а что человек не принял христа свое сердце не уверовал не исполнился благодати духа святого про это даже не говорят и не упоминают да многие папы просто ничего и не знают про это ибо сами невозрожденные мертвецы в рясах есть выражение грех обладает силой притяжения для того чтобы упасть не требуется ничего но чтобы подняться на эту высоту с которой скатился какие нужны силы и уан златоуз говорит о извращении которые страны вязал людям и им это понравилось бог сотворил человека по образу своему дал ему совесть послал духа святого обличающего грехе и поэтому творить грех всегда должно быть стыдно а раскаиваться должно быть легко и радостно потому что это несет очищение легкость души дьявол все перевернул и потому мы грех делаем легко и радостно с удовольствием бесстыдно а на покаяние не вытянешь даже на тайной исповеди скрываем грехи перед священником и так во всем конкретно о причастии вот как господь это установил лука 22 глава 19 стих и взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря сие из тела мое которое за вас предается сие творите в мое воспоминание также чашу после вечера говоря сия чаши есть новый завет моей крови которая за вас проливается так легко безболезненно отошли от евангельской простоты и красоты простоты и красоты взял благодарил переломил дал едва ли на это уйдет одна минута никаких приспособлений никаких условностей сложностей а сегодня нужно учить 4 года человека служить литургию зашифровали скрыли но вернуть назад уже не патриарх не папа никогда не смогут и даже сказать об этом нельзя придадут анафеме вот это и есть противление духу святому установившему определенный порядок запечатленный на страницах библии деяние 751 жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы веткам завете бог дал людям четкие установления о том как приносить жертву иегове где плечо скотины где стегно копыта внутренности рога и евреи скрупулезно это изучали дабы в точности исполнять иисуса новин 18 да не отходит вся книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно всякое малейшее изменение указаний книг левит бог истреблял сам не пощадив сыновей аарона пришедших с огнем но только чуждым всякое нарушение каралось смертной казнью и никто на это не посягал 16 столетий до христа причащие причастие тоже называется жертвой но только новозаветный но здесь открылось поприще нововведений постепенных усложнений смотрите новую скрижаль и симеона солунского уж в этих то вопросах нам перед сектантами и рта раскрыть нельзя быть может само происхождение секта их назначение для того чтобы вразумить нас православных показать наше отступничество от библии нам уже ничего не изменить но внутри себя мы должны повторять прости и нас господи за отступление от святого евангелия мы замудрились тысячелетия занимались самодеятельностью забрыв забыв про слово твое которое говорит нам матвей 19 8 а сначала не было так